Цифра дня в начале выпуска деловых новостей. 5,8 трлн рублей. Такая сумма поступила в федеральный бюджет России с начала года в виде налогов. Это на 32% больше, чем в 2016-м, сообщили Федеральной налоговой службе. Основными драйверами увеличения поступлений стали налоги на прибыль НДС и НДФЛ. Кроме того, специалисты налоговой службы стали чаще пресекать непрозрачные схемы поставок электротехники, фармацевтической продукции и автокомпонентов. В студии работает Борис Киргенеков. Приветствую вас. В ближайшие несколько минут расскажу о новостях экономики нашего региона и страны в целом. Оставляем денег на кассе меньше. Россияне по итогам августа сократили ежедневные траты. Как выяснили эксперты аналитического холдинга «Ромер», расходы жителей страны упали на 0,6%. Главная причина динамики – сезонное снижение цен на овощи и фрукты, нового урожая. Экономия россиян здесь ни при чем, отмечают аналитики. Около половины денег покупатели потратили на продукты. Они занимают 49% в общей корзине затрат. Напомню, что по итогам прошлого месяца россияне за один поход в магазин оставляли на кассе около 500 рублей. Зато почти всегда берем с собой скидочную карту. Аналитики компании «Ванта Групп» выяснили, как россияне относятся к программам лояльности, которые предлагают магазины страны. Оказалось, что 9 из 10 покупателей оплачивают покупки со скидочной картой. Эксперты провели исследования в городах с населением от 100 тысяч человек. Значительная часть держателей карт – лояльности, люди с невысоким доходом, большая часть которых – женщины, от 35 до 45 лет, отмечают эксперты. Лидером по популярности среди потребителей признан продуктовый ритейл в супермаркетах. Карту лояльности хотя бы иногда предъявляют три четверти активных покупателей. На втором месте – магазины одежды и обуви. Малый и средний бизнес в этом году получил почти 60 миллиардов рублей по льготным кредитам. Об этом сообщил глава Министерства экономического развития страны Максим Орешкин. Речь идет о льготной федеральной программе 6,5. Ставка по кредиту составляет 11% годовых для малого бизнеса и 10% для средних предприятий. Программа действует уже два года. В 2017-м 49 миллиардов рублей выдано по линии Центрального банка, еще 10 – черед правительства страны. Напомню, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области за первое полугодие выдал бизнесменам региона поручительств на общую сумму 1,25 млрд рублей. Тем не менее, россияне стали меньше доверять отчетственным банкам. Отношения жителей страны к финансовым организациям выяснили аналитики Национального агентства финансовых исследований. Только 60% респондентов заявили, что доверяют банкам. Год назад лояльных россиян было больше на 7%. Аналитики отмечают, что до августа доверие жителей страны росло два года подряд. Позитивно относятся к страховым компаниям только треть опорушенных россиян. Доверяющих таким фирмам стало меньше на 5%. Готовы сотрудничать с негосударственными пенсионными фондами 19% респондентов. Такая же часть доверяющих россиян к инвестиционным компаниям. И только 5% не сомневаются в честности микрофинансовых организаций. Первая партия яровой пшеницы в Китай отправится из Новосибирской области. В руководство региона договорилась с агропромышленной компанией из Поднебесной о будущих поставках. Первая партия яровой пшеницы отправится на экспорт до 10 октября. Объем 4 тысячи тонн. До этого Новосибирская область поставляла в Китайскую народную республику рапс, лен, гречиху и овес. Как отметили бизнесмены компании из Поднебесной, они планируют изучить качество производимой в регионе пшеницы и подготовить ее к переработке на китайских предприятиях, чтобы в будущем увеличить объемы экспортируемой продукции из нашей области. Курс доллара впервые с июня упал ниже 57 рублей. Стоимость национальной валюты начала расти на фоне дорожающих нефтяных котировок. В Минфине страны уверены, что курс рубля в ближайшее время будет стабилен. От стата дня главы ведомства Антона Силуанова. На рубль влияют притоки и оттоки капитала. Безусловно, изменения различных внешнеэкономических факторов решений могут повлиять на ситуацию с курсом национальной валюты. Но, еще раз повторюсь, мы не ожидаем каких-либо существенных изменений курсовой динамики. Конец цитаты. На этом мы заканчиваем выпуск деловых новостей. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова